такие вот находки в этом доте много интересных классных немецких находок немножечко покусанный комарами мокренький конечно сегодняшний топ это вот такая классная немецкая находка серебряная ложка она с двумя клеймами и женская голова еще какой-то стоит клеймо я понимаю что я сейчас не буду приближать камеры закусывает это будет и не видно так на всякий случай конечно постараюсь показать потом когда будем делать обзор за месяц наших топовых находок конечно мы это вам покажем что еще интересно нашли вот такие вот гильзы 1 даже не стрелянная вот целый капсюль это стрелянная так что у нее капсюль прям вылетел потом вот такая вот немецкая зубная паста которая фрагмент тюбика он даже откручивается и когда нашел выкопал сразу так открутил очень интересно сейчас покажу вот я откручиваю вот открутил закручивать пока спорта что там уровня посидят потом очень интересно такая вот вот такая заедают немножечко комарики такая дверная защелка очень интересно это в лодку получается прикручиваясь это в дверь и вот так вот она закрывалась на такой крючочек она все рабочие если его взять почистить все будет отлично видно и из-за того что комары загрызают буду очень быстро заканчивать вот такая бронепластина в ней есть отверстие 3 по углам в центре тут в углу за потом будем чистить такая вот на толстая внутри дот и обшивался чтобы когда было попадание снаружи в дот чтобы осколками бетона солдат не посекло не поубивала классная тоже находка защитная такая тоже заглушка чего-то тоже интересное в общем одним словом огромное количество всевозможных артефактов сейчас покажу так немножечко ракурс вот отсюда вот так вот там и работали там и копали вокруг него работали в общем что я могу сказать ставьте нам лайки подписывайтесь на наш канал для нас это очень важно потому что от вас зависит как мы работаем сколько мы делаем видео насколько мы его качественно снимаем все всем пока давайте всем пока и удачи заходишь страшновато давай заходишь захожу фонарик вот смотри видишь да вот смотри обидно все да все но нет фонарик никакой вон смотри там обидно на нормально вот покажи видишь ручка от этого перископа видишь сохранилась надо покажи паутина сейчас будем искать икону сейчас будем смотреть под ноги аккуратно смотри тут видео никакой часы с таким фонарем у нас классное видео да кому ты чё прикалываешься покажешься темные а вот покажи от от пулеметных видишь этих стояли которые видно видишь да классно покажи потолок а поцвети а вот так я свечу видишь видно да вот так вот видно видно да да когда светишь видно конечно смотри видишь это плетка чтобы когда с другой стороны был взрыв чтобы не посекло осколками с пацаной сеткой идёт так тоже головой аккуратно надарься головой аккуратно посмотри покажи какие навесы остались подсвети двери реально видишь какие посмотри колоссальные вот видишь очень круто и с той стороны тоже смотри видишь оставалась и трубы все оставалось видишь отопление что вода все сохранилось вообще как будто бы здесь только вчера был бой ты знаешь что там дальше пойдем там посмотрим еще тоже конкурент пропустили смотри какие надпись поставили видишь много надписи разных вот там за паутиной видишь вот там за паутиной что-то есть вот это находка слышишь николай чудотворец поэтому поэтому на целый остался в общем глянь идеально вообще идеальный сохран если честно тогда подсветил просто класс сейчас класс вообще глянь просто класс это знаешь что самое интересное получается на похоже там висела понял вот так как-то так она висела здесь этом проеме потому что потом она просто упала да и осталось а кстати смотри с надписи по сохраняюсь вот посмотри сейчас подсвечу так видно да тут видишь да до приближение да видно вот сейчас так свечу есть да и вот другую сторону тоже смотри вот очень старинная видишь надписи то есть вот смотри надпись николай вот святой с святой николай здесь чудотворец вот видно видишь да вот посмотри что еще интересно что по изучаем очень интересно вот посмотри на подсветка станция полностью видишь вот пулемет дать да просто как как стреляли отсюда туда вот вот так на менюшку отойди там будет видно вот видишь немножко ниже вот видишь вот свет свет это как бронеплита крутая на стоит она здесь закрывалась открывалась да отлично но с богом пойдем потихонечку тоже покажи пулеметные отсеки и и идем дальше заниматься исследования зачем всем привет канал номер один по приключениям и поискам сокровищ сейчас будем искать артефакты нашего фашистского генерала что хочу сказать всем нашим в дорогим друзьям и подписчикам которые нас смотрят если вы нас критикуете первое наша огромная к вам просьба не надо писать с матами второе если вы пишете что вы выкопали 500 килограмм монет 250 слитков золота покажите свои видео потому что мы заходим на ваши каналы у вас нет никакого не контента у вас нет подписчиков у вас нет вообще ничего поэтому если вы критикуете то критикуете по делу и показывайте свои классные артефакты мы будем вам ставить лайки за это значит что по поводу карты один из наших опять же таких людей которых смотрел видео по карте уже ее выложил частично он показал но он показал часть карты он предположил что это немецкая клише он где-то примерно очень близко подошел к разгадке кода ночью не разгадал поэтому что сегодня мы ему покажем этому человеку очередную часть карты пожалуйста вы можете выкладывать вот эту часть карты мы там где уже побывали можем показывать но не сильно близко можем показывать можем показывать но не слишком близко поэтому что что самое классное интересное наш фашистский генерал он реально фашистский генерал когда вы говорите что на западке изображение на золотой западке изображение гитлера нет мы такого не говорили мы предполагали что возможно но мы не говорили как когда ты находишь артефакт и может что-то утверждать поэтому сейчас будем забрасывать надеемся что будут интересные находки будем вам их показывать самое главное не переключайтесь будет интересно. Начинаем наш поиск. Забрасываем поисковый магнит на 120 килограмм. Хорошо забросил. Да, даем немножечко времени нашему магниту отстояться, опуститься на дно. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет интересненького. Какие-то ощущения есть, Андрей Александрович? Да, ощущение, что будет золото. Будет ниже спускаться, потому что если что-то будет, оно реально скорее всего у нас отцепится. Так что, пока есть ничего. Будем забрасывать и когда будет что-то интересное, будем вам показывать. Что-то тяжелое. Посмотришь, как натяжка идет. Кстати, может быть что-то стоящее. Сейчас проверим. Вот это такой классный момент поискового магнитика. Вот оно, вот. бочонок с бриллиантами. Так, что-то есть небольшой бочоночек какой-то. Так, отличненько. Показываем. Так, тяжело сказать, что это. Давайте рассмотрим. Интересненько. От снаряда похоже. Видишь, так разорванный, как фрагмент. Погнутые края. Так, разорван, сейчас посмотрю. Нет, это не от снаряда. Грянь, посмотри, здесь ковка идет. Это ручка. Смотри, видишь? Монументально сделана, грубоватая работа. Смотри, это ручка от топора. Видишь, смотри? Как раз под ладонь, видишь, идет. Смотри, тут оно как было чем-то покрыто. А, ну дай-ка, видно будет? Секундочку, сейчас приближу. Смотри, видишь, здесь так закруглялось. Под руку вот так, видишь? Класс. Вот бы целый топор достать, Андрей Александрович. И крючок достали. И крючок. А, вот смотри, леска получается. Сейчас. Не знаю, видно, наверное. Так можно и рыбу словить. Смотри. Вот так видно, да? Смотри. Да. Вот он, крючок. Что-то как-то... Не видно? Видно, да. Крючочек видно. Крючок. Ну, конечно, самая интересная находка, что мы сейчас вытащили, это вот эта ручка от топора викингов, по всей вероятности. Очень интересно, здесь видишь, тут шли элементы какие-то, видишь? Вот видно, их прям видно. Вот они идут. Вот. Это мы дома почистим, конечно. Ну, однозначно, под руку рукоятка была. Здесь тоже, видишь, фигурно. Низ шел фигурный, видишь, смотри. Вот видно, что он фигурный низ шел. Чтобы не слетала рука, не скользила. Интересно, конечно, да. Реально. И вот смотри, получается, здесь рука упиралась вниз, а здесь вот, видишь, вверх, получается, вот так вот. Здесь, похоже, был какой-то крепеж. Ну, то есть, наверное... А здесь само древкошно. Ну, если честно, классная находка. Редкая такую рукоятку, не каждый день найдешь средневековую. Если честно, очень классная находка. Поэтому мы не любим, конечно, как некоторые говорят, вы попрошайничаете лайки. Нет, мы их не попрошайничаем. Мы просто говорим, что давайте нам пальчики вверх. Это нас очень классно мотивирует. Пожалуйста, поддержите наш канал. Да. Забрасываем дальше. Вот, наконец-то пошли находки, потому что работали несколько часов. Вообще, не было никаких находок. Что-то там еще есть. Не знаю, сейчас примагнитили, не примагнитили. Может быть, весь топор. Ну, может быть, фрагменты от рукоятки, может быть, топор. Да сейчас очень хотелось бы достать его, если честно. Придется побросать. Может быть, даже на лодке приплыть. Ну, поработаем еще 3-4 часа, позабрасываем, да. Ничего не интересного, когда кидут артефакты, конечно. Смотрим, что там есть. Сорвалось. Сейчас посмотрим. Сорвалось или нет. Нет, пока ничего нет. Вот, смотрите. Честно, не обманываем. Золото не прячем по карманам. Хотя оно сюда не примагничивается. Но у некоторых примагничивается. У некоторых целые каналы есть. Поиск золота поисковым магнитом. О магнитом, да, у некоторых примагничивается. У нас почему-то ни золото, ни серебро сюда не примагничиваются. Ни бриллианты. Да, бриллианты, к сожалению, тоже пока без ни одного бриллианта еще не примагнитилось. Но, кстати, по бриллиантам смотрите на мой пальчик и будете смотреть классное кольцо с бриллиантом. Это того стоит, если честно, потому что мы сами, когда его нашли, не поверили своим глазам. Сейчас уже заказали, если честно, путевки и уезжая немножко отдохнем. Я уже говорил, куда не буду акцентировать, поэтому давайте продолжаем забрасывать. Продолжаем забрасывать, да. Уже, наверное, часа три артефакт достаем. Он срывается, но интересно, сейчас что-то идет. Не знаем, это он. Мы рассчитываем, конечно, почему мы отсюда не уезжаем, потому что хотим достать топор. Таким потихонечку. Потихонечку работаем. Спустился ниже, потому что получается, когда с берега, с большого бугра забрасываешь, угол, получается, натяжки, такой, что срывался часто, поэтому спустился сюда. И вот где-то, наверное, минут через сорок, ничего себе. Это, конечно, капец. Это сенсация. Что там? Плохо вижу. Ух ты. Это капец. Это реально, знаешь, это просто сенсация. В прямом смысле слова сенсация. Наконец-то. Шесть часов работы. Это просто неимоверная находка, на самом деле. Да какой-то тесак целый. Хотели достать топор, достали тесак. Я тебе скажу честно, фашистский генерал нас с тобой преследует везде. Это ты помнишь про тот кинжал, который нам рассказывали? Да, отлично. Я не знаю, как его назвать, кортик или кинжал. Ну, просто, чтобы вы понимали, он огромный, наверное, сантиметров 50 в длину. Не знаю, как так видно, вот так и все стоят. Да, отлично видно, так и стоите, вообще очень классно. Я скажу честно, очень крутой артефакт. Не знаю, вот так видно, я надеюсь, как... Ну, там одна история была, мы потом обязательно про него расскажем, что он делал. Ну, и когда такое находишь, конечно, такие артефакты, это, конечно, даже аж не верится. Если честно, что такое возможно еще найти. Огромный, острый, заточенный. Сохранился отлично. В суперсохране, посмотри. Вот так покажу, глянь. Отличный сохран. Просто суперсохран. В грязи, в болоте хорошо пролежал. Сохранился просто класс. Что я могу вам сказать? Вот он, генерал. Вот это просто то, ради чего мы сегодня целый день работали, работали, работали. Поэтому, конечно же, я вам скажу честно, если у вас есть минутка, посоветуйте, я вот показываю пальцем, посоветуйте своим друзьям, знакомым. Классное видео про фашистского генерала. Серебро фашистского генерала, золото фашистского генерала, карта фашистского генерала. Реально интересно. А теперь у нас еще будет огромный кинжал фашистского генерала. Это канал про приключения. Не переключайтесь, смотрите нас до конца. Реально круто и интересно. Продолжение следует...